Ребята, всем доброго вечера. Сейчас нахожусь в Портенбурге. Это 500 километров, получается, южнее того города, где я находился все это время. Там, где мы смотрели оборудование прачечной. Сегодня у нас был осмотр, аудит, все посмотрел. Вы это все видели в предыдущем видео. Сейчас добрался до Портенбурга. И здесь я не просто так. Здесь мы будем смотреть оборудование, которое находится на складе компании, которое вы знаете в России как AMG Group. Это русскоговорящие ребята, которые организовали поставку оборудования из Германии, со вторичного рынка, имеется в виду бэушного оборудования в Россию. Вот завтра посмотрим, что у них есть на складе. Тоже все постараюсь для вас заснять. А сейчас у меня вечерняя прогулка и буду отдыхать, потому что день был сегодня крайне насыщенный. Специальный знак. Написали, говорит, осторожно, черные лебеди могут переходить дорогу. Я сначала было подумал, что это какая-то шутка. Потом прошел 20 метров. Смотрю, реально черный лебедь переходит дорогу. Но он условно черный. Привет. Да нет, мне ничего. Нет. Все, все, не шипи. Кстати говоря, город, в котором я нахожусь, Ротенбург, называется Ротенбург на Никаре. И это очень важно, потому что, как выяснилось, в Германии целых 4 Ротенбурга. Ну, так же, как и 2 Франкфурта. Вообще не боятся. Ждут, видимо, подачки. Не, ребят, нет у меня ничего. Даже ружья. Ну, Шарик, будешь ты теперь фотоохотой заниматься. Ребят, вот эта уточка, которая плывет с белым носом, называется Гоголь. Зимует она в Германии. Потомство выводит в Россию. Причем гнездится она не на болоте, а в дупле. Очень интересная утка. Когда был в России, на охоте таких добывал. Ну, сейчас-то мы не в России. Здесь же совсем другие европейские ценности, поэтому лучше мне об этом помалкивать. Зашел в какой-то рабочий район Ротенбурга. Наткнулся на известную и у нас тоже сеть. Сейчас зайдем внутрь, посмотрим, что же там такое продается и насколько отличается ассортимент от российского. Ребят, из интересного продаются вот такие клинышки для того, чтобы подкладывать под дверь, чтобы она не открывалась. Называется «Поль Скайли», номер один. Видимо, есть еще номер два. Зашел в немецкий Макдональдс. Все везде закрыто. На входе заставили обработать руки. Заставили заполнить специальную анкету, которая отмечена галочками «Привит я или нет». Когда последний раз проходил тест. Адрес моего пребывания в Германии и так далее. В общем, все это сделал, сейчас заказал. Жду заказа. Заказал два Цезарь Ролла. Видите, какая у них упаковка интересная. И один латте большой. Принесли вот так, в такой кружке. Отдельно указывал количество сливок. Я не знал по какой шкале, указал 4 из 10. В итоге вот 4 маленьких таких мензурки дали со сливками. Посмотрим, насколько это съедобно. Какая гадость это ваша заливная рыба. В принципе, вкусно. Наверное, даже вкуснее, чем в России. Потому что нету майонеза никакого. То есть жирных соусов нет. Мне понравилось. И явно как будто качество котлеты, что ли, лучше. Так, ну собственно, ребят. Вот пока стоит на улице, потому что внутри все занято. Линия Канегисер. Так, не знаю сколько камер. По всей видимости, больше десяти. Наверное, двенадцатикамерная машина. Но тоже, как всегда, состояние, конечно, как у немцев, у всех. Отдельно внизу бак оборотной воды. И еще один бак. Сейчас посмотрим. Цепь еще, видите, из двух звеньев. Сейчас уже идет из одного. Везде экономят. Здесь, конечно, надежность привода выше. Это очень смешно. То, что у нас осмотр оборудования начинается с того, что ты взял ящик пива из машины. Губит людей не пиво. Фига себе, у вас тут даже свой этот погрузчик. Электролюксы. Это который он хочет посмотреть, да? Слушай, ну мне они внешне уже нравятся. Это хоть и третьего поколения машинки. Вот с этим интерфейсом, Кларусом. Ну, состояние, конечно, вообще. Залез сзади, чтобы посмотреть, что с частотником. Вот, хотел показать сразу по подключению пара. Вот, обратите внимание, как сделано. То есть, не электромагнитный клапан, а пневматический. Опять же, и не с электрической катушкой, а с пневмоуправлением. То есть, пневмоуправляемый пневматический паровой клапан. Отличное решение в плане надежности. То есть, он будет долго ходить. Ну, здесь у нас стоят три платы расширения. Вот, кстати, сразу же электросхема. Интересные вот такие вот командоры лежат. Вашер интерфейс модуль. Я так понимаю, это для подачи жидких моющих. Уж не знаю, кто в Европе использует подобные командоры. Или это универсальные. Но, видимо, от предыдущих поставщиков по частотнику не могу открыть. Слишком много мелких болтов. Придется, наверное, по шильдику пробивать. То есть, вот шильдик. Приеду в номер, буду смотреть по оригинальному номеру на сайте. Электролюкс придется пробивать. По второй машинке. Ну, все аналогично. В принципе, все в электрошкафу чистенько. Никаких вопросов. Вот. Но, опять же, электричество отключено. Проверить не представляется возможным. Но они сразу предупредили, что с частотниками у них тут что-то не в порядке. Надо будет их менять. Видимо, и цена по этому соответствующая. Вот очень интересный экземпляр. Обратите внимание, панель, да? Казалось бы, фармаговская. Но, по факту, фирма Михаэлес. Видимо, один и тот же производитель делал панели для фармага, которого в итоге выкупил Канегисер. И для данной фирмы. И вот очень интересный метод фиксации. То есть, вот такой специальный ключ. Не знаю, как сказать, с храповиком или с чем. Нажимаем. Давим. Угу. Открываем. В принципе, ручная, зато очень надежная. То есть, получается, как только ты провернул ключ, его потом вытащить невозможно. Будет смешно, если электроника тоже как в Канегисере. Можно будет открыть? Все то же самое. Даже подшипниковый узел аналогичный. Так, ну, судя по тому, как выглядит электрошкаф, тут я тоже увижу. Да. Аналогично. Обратите внимание, диас стоит тоже. Датчик уровня воды. Eingang Hausgang Modul. Так, а этот бак, это от него? Ну, в России не актуально. У нас никто воду не считает. Кругом одни промышленно-индустриальные барьерные машины. Так, на этот раз. Формак. Цивилизованный рынок. То есть, при демонтаже, ребят, смотрите, даже ресиверы из компрессоров забирают. То есть, полностью освобождают помещение. Это хорошо для механических машин. Да. Короче, барабан не имеет секций. Единая общая камера на 110 килограмм. Да-да-да, 2003 год. Паровой нагрев, я смотрю. Угу. 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 115 килограмм загрузка. Все, в принципе, целое. Вот, ребята показали, что боковая резинка, уплотняющая боковую стенку, вся мягкая. Что вселяет надежду на светлое будущее. Сейчас покажу, о чем идет речь. То есть, барабан здесь с двух сторон имеет боковые крышки, которые по кругу притягиваются болтами. И вот резинка на ощупь абсолютно, абсолютно мягкая. То есть, не деградировала от химии, что с одной, что с другой стороны. Потому что для того, чтобы поменять резинку, соответственно, приходится разбирать полностью вот эту всю стенку. Вывешивать на специальной станине, стапеле, боковую стенку. Разбирать подшипник и узел. И только так это все меняется. Машина с наклоном монтируется на платформе с пневмоподушками. Соответственно, да, после стирки для облегчения выгрузки наклоняется вся машина. 455-я. Ребят, по ценам ничего вам не скажу. Если кому интересно, пишите в комментариях. Я у ребят запрошу цену и вам отпишусь. Все везде, кругом. Большие машинки стиральные. Начинают с 60 килограмм. Больше, больше, больше. Электролюкс тоже стоит барьерный. Третье поколение. 47 килограмм загрузки. Ребята шутят. Короче, смотрите, здесь они, когда, ну, ремонтируют машины, остается вот такое количество двигателей от приводных моторов, от сушек, моторы вытяжки, потом насосы, я так понимаю, для перхлорных машин, потому что химчистки они тоже ремонтируют. И вот какие-то моторы, если сгорают, никто их не перематывает, просто сдают в металлолом. Избалованные ребята вообще не это. Не знают, как правильно использовать ресурсы. Это, я так понимаю, нержавеющие корпуса воздушных фильтров. Это ловушка вообще, вот смотрите, от машины химчистки. Собственники Бёве каких-нибудь 90-х годов. Просто прослезились бы, когда увидели это все. Да-да-да, паровые эти как-то теплообменники, да, от сушек. Посмотрите, посмотрите сколько. И главное, состояние. Вы посмотрите, какое состояние. У нас обычно вот в таком состоянии еще работает все. Ребята пригласили выпить по чашке крепкого чаю. Нифига себе. Как там надо говорить? Прост? Прост. Я Данфи. Ребята, а сейчас, после того, как мы выпили по одной бутылке пива, меня пустили просто в святая святых. Это то, где хранятся запчасти и детали от машин. То есть склад на втором этаже. Посмотрите на масштабы. Компьютеры, какие-то теплообменники, клапана. И все это как с одной стороны, так и с другой. Крыльчатки вентиляторов. Вы посмотрите, в каком количестве. Запорные клапана пневматические. Насосы от машин химчистки. Посмотрите, в каком все это количество находится. Я просто в шоке. Здесь, я не знаю, наверное, тысячи квадратных метров. Площади заполнены запчастями. Барабаны стиральных машин. Вот, кстати, тоже третье поколение Электролюкс. Это уже машинки поменьше, так сказать. Практически детские. Всего лишь по 20 килограмм. Мили Электролюксы. Некоторые вообще еще в упаковке стоят. Ипса с монетоприемниками, насколько я понимаю, для коммерческих прачечных. Я очень удивлен. Я очень удивлен масштабами. Целая полка примусов. Посмотрите, посмотрите, сколько их. Ребята, подвели меня к музейному экспонату. Какая-то фирма Фриста. Без... То есть, видно, да, что ручная подача воды. Также ручной слив. И здесь все вручную. Просто они не знали, что у нас до сих пор такие машины Вязьма выпускает. Для нас это обычная практика. Ничего сверхъестественного. В общем, до тех пор, пока у нас в России единственным критерием оценки качества продукции будет цена. Да, на тендеры так и будут поставлять машинки стиральная Вязьма с ручными клапанами, сливными и заливными. И так и будет все оставаться, как и есть. По поводу вот этих всех машин невыгодно, говорят ребята, возить маленькие машины в маленькой загрузке в Россию. Потому что в итоге продать их в Германии получается значительно дороже. Двойственные чувства. Вроде как и оборудования много, и все это интересно. Но, видите, есть как есть. Такой у нас рынок. Такой у нас рынок, что эти машинки мы продаем в России на вторичке. Получается дешевле, чем у них закупочная цена при покупке целой прачечной. То есть, они покупают целую прачечную на демонтаж, и в итоге у них закупочная цена выше. Поэтому возить их в России, к сожалению, невыгодно. Открыл окно. Стоит упакованное оборудование. На следующей неделе будет уезжать все это дело в Африку. Вот они стоят машины. Я так вижу, что электролюксовские. Если спуститься, посмотреть состояние машин. То есть, это очень хорошего качества машины, которые не требуют ремонта. То есть, а вы говорите, Африка страна третьего мира. В итоге получается, что Африка берет мили и электролюкс в состоянии 3-7 лет и не требующие дальнейшего ремонта. И берут это фурами и по хорошей цене и могут себе это позволить. В России клиенты еще не готовы платить такие деньги за оборудование. Хотя, вроде как мы уже не развивающаяся страна. По крайней мере, так себя позиционируем. Ребят, еще хотел одну вещь показать уже напоследок. Сейчас выходили. Стоят три сушки по 80 килограмм Ипса. Стояли в тюрьме, отработали три месяца. Посмотрите состояние. Я считаю, что у нас как бы новые и на раз на складе в худшем состоянии, чем они. Пробую заснять барабан. Вот руку протянул. До противоположной стенки еще столько же. С опорными роликами. Просто мечта. У меня вообще ощущение, что сейчас, если бы на этом складе оказался любой из прачечников России, он просто бы упал. Знаете, ребенок, когда капризничает на спине, начинает трясти руками и ногами. Типа, мама, хочу, хочу конфетку. Вот так же бы здесь сейчас вели себя прачечники России. Типа, дайте хоть одну, хоть какую-нибудь машину. Хотя бы одну маленькую. Хоть что-нибудь, пожалуйста. Гулял по вечернему Берлину, зашел в прачечное самообслуживание. В основном мили стоят. Старого образца, кстати говоря. Ребят, вот еще интересный момент. Знаете, есть колонны стирка-сушка. Так вот, колонны сушка-сушка, я думаю, вы еще не встречали. То есть, на одном модуле, на одной платформе две сушки. А здесь вот целый ряд милек. По сколько тут килограмм? Наверное, эти вообще маленькие. По 7-8. Интересно, кто пользуется? Русские иммигранты? Ну вот, выходим с вокзала. И сразу вывеска. Не знаю уж третья фирма, Конвис, принадлежит ли Савяку Григорьевичу. Но первые две однозначно. Надеюсь, меня не выгонят прямо сразу. И дадут хотя бы одним глазком посмотреть, как происходит реализация интересных российских проектов из Берлина. Исаг Григорьевич, наверное, сегодня на месте. Здравствуйте. Вы знаете, что их фирма Коблинсун Пахнус? Да? Да, здорово. Здорово. Инда. Ваш машина. Машнурцева, а что ты ты сделаешь? Господин Сайт за работой. В смысле, стиральную машину? Без перебойной работы это что такое. Делает вид, что продает до сих пор стиральную машину. Исторический момент, Херцай сделает мне капучино. Ваш кофе, сэр. Плюнул в него? Я не плевал. С козявками? Там нет козявок. Да нет, они, я так чувствую, хотят меня уже выгнать, на самом деле. Говорят, что приперся? Ты заходи, если что. Субтитры сделал DimaTorzok Чай!